Первая часть вам круто зашла, поэтому в этом видео Акстар в образе малыша, вы только посмотрите на него, притвориться новичком. Сегодня будет смешно. Всем привет, вы на канале Акстар и сегодня я буду под маской малыша. И под прошлым видео очень быстро набралось 75 тысяч лайков, я понял, что вам очень понравилось и поэтому она снимала несколько крутых реакций, пока вы отдыхали. Поэтому чуть задержался, простите. И я кое-что придумала. Давайте, если вы хотите продолжение этой рубрики, наберем 100 тысяч лайков и выйдет продолжение, а еще я там побрею руки, чтобы было супер реалистично, потому что все писали, что волосатые руки палятся, поэтому я сегодня, собственно, в длинных рукавах. Не забывай подписываться на канал, это важно для меня. Многие смотрят, не подписываются, не надо так. Все, вот комментарии с прошлого видео, оставляй комментарии и попадешь в следующий. Все, на самом деле, желаю всем приятного просмотра, я старался, погнали. Окей, гитару держал в руках? Да, разные даже. Разные держал, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, какие стили игры на гитаре ты хотел бы изучить, с чего бы ты хотел начать? Вот на ней играть. Ага, а как ты уже умеешь играть? Покажи мне, что-то ты пробовал уже, да? Ну, здесь случай нестандартный, потому что это семиструнная гитара, но сделанная по шестиструнную. Ага, семиструнная, да? Хорошо, сыграй мне, пожалуйста, шестую струну. Попробуй сыграть его щипком, пальцем П, вот так, смотри. Хорошо, у тебя превосходно получается, отлично. И теперь в правой руке превосходно. Теперь мы берем левую руку. Какие есть у нас лады на гитаре, ты знаешь? Ты кушать хочешь? Нормально. Ты голодный? Нет? Хорошо, давай продолжим, да? Продолжаем? Итак, покажи мне третий лад на гитаре. Верно, абсолютно верно, но, пожалуйста, шестую струну зажми сверху грифа. Вот тут. Ага. Правой рукой сыграй пальцем П. Большим пальцем. Отлично. А у тебя гитара настроена? Вроде нормально. А, у тебя телефон есть? Так, возьми тюнер и сыграй первую струну. И натягивай ее, пока она не станет зелененькой. Так, хорошо. Аккуратно, аккуратно. Смотри на прибор, смотри на прибор, смотри на что показывает тюнер. А она не вырвется? Ну смотри, она не лопнет, если ты будешь тянуть ее до нужного состояния, до середины. Натягивай, хорошо. Но она красная пока. Красная пока еще? Значит, нужно дальше натягивать. Пока что показывает сейчас? Красная еще, красная. Ну тогда натягивай еще. У тебя сильно расстроена гитара. Тебе нужно натягивать все струны хорошо, по-видимому. А она еще красная до сих пор. Ну значит, еще натягивай. Порвалась. Ты струну порвал? Да. Ничего, успокойся, все хорошо. Такое бывает иногда. Струны рвутся, это происходит периодически. Но у меня есть еще одна гитара. У тебя есть еще одна гитара? Такая, пока я сейчас в свою гитару. Ага. А что ты сразу эту гитару не взял? Ну просто это брата гитара, ну он не разрешает ее брать. Как бы вот та моя. Спроси, ты у него спрашивал или он вообще не разрешает? Ну я спрошу у него потом. Брата часто дома не бывает? Ну, да. Так, хорошо, гитару мы выбрали. Ну что ж, давай продолжим с того же момента. Итак, положи правую руку на гриф. Не на гриф, на струны, на... Это называется дека. Да, вот сюда, на деку, на музыкальное отверстие положи правую руку. И... А теперь третий лад. Супер, мы сейчас сыграем произведение с моком. Честно говоря, у меня опыт есть. Опыт у тебя есть? Да, я на 12-й струны занимался. А, ну покажи. Хорошо, покажи, что ты умеешь. Ну, давайте доучим, потом покажем. Я... Хорошо, да. Можно вопрос? Да. Я вижу, у вас длинные волосы. А у всех гитаристов должны быть длинные волосы. Если ты хочешь быть самым крутым, самым хорошим гитаристом, то тебе нужно быть таким же, как я. Для этого тебе нужно отрастить волосы. Но на самом деле это не обязательно. Бывают гитаристы и с такими же волосами, как у тебя, и ничего тут страшного в этом нет. Понял. Я думаю, ты... Волос... Нет такого. Это смотря на какие концерты ты хочешь ходить. Но чтобы научиться неплохо играть на гитаре на базовом уровне, тебе достаточно и таких волос, как у тебя есть. Я мечтаю играть классическую музыку. А, ты хочешь играть классику все-таки, да? Я хочу играть классику, но в то же время вот так, вот полосами. Ты хочешь делать хейрбенд волосами и играть классическую музыку, да? Что-то, например, как Элизия, да? Зато так никто не делал. Так никто не делал, ты хочешь быть первым, ты хочешь отличиться, быть первым, кто так делает. Ну, это интересное желание, и мы можем с тобой поработать над этим позже. Давай сначала выучим это произведение, которое мы начали, а затем мы на следующих уроках мы с тобой оговорим твое будущее как гитариста. Согласен? Хорошо. Это-то посмотри, так, 0, 0, 3, 6, 5. А, да, у тебя получилось. Даже слишком быстро получилось. Хорошо, итак, вторая часть есть. Я заговорил, у меня опыт 12-ти струн есть, я могу показать. Хорошо, ну давай, покажи. Вот, здесь в два раза больше струн. Да, да, ты умеешь на этой гитаре играть? Да. А ну-ка, покажи. Значит, это из фильма про космос. Хорошо. Вот так вот, такая космическая. То есть, ты на гитаре играть умеешь? Ну нет, на этой умею, а вот на 6-ти струны не умею. Так это же одно и то же. 12-ти струнная гитара – это одна из самых сложных гитар, и на ней очень непросто играть даже профессиональным музыкантам. То есть, к ней нужно привыкать. Если ты умеешь играть на 12-ти струнной гитаре, то на этой гитаре ты, само собой, так же умеешь играть. На самом деле, мне очень стыдно признаваться людям в том, что это пранк. Потому что спустя час они узнают, что это пранк. И не могу, пусть они лучше посмотрят видео. Поэтому простите меня, пожалуйста, если вы смотрите. Что ты делаешь? Я… извини, я на гитаре пытаюсь научиться играть виртуально. Ты сам… В шлеме? Виртуальная гитара, ты сам сказал? Виртуальная гитара в тимбро. С тимбро ты можешь обучаться прямо на своей гитаре или же на виртуальной, которая есть в приложении. Переключаем на виртуальную гитару и заходим в отработку аккордов. А если вы учитесь на своей гитаре, то тимбро считывает ноты ваши во время игры, следит за ритмикой, показывает, где конкретно вы ошибаетесь, помогает вам во всем и подстраивает уровень обучения индивидуально под вас. И я советую вам отработку нот на грифе. Эти упражнения реально полезны для того, чтобы ваши пальчики бегали и очень классно попадали во все нотки. Давайте попробуем. То есть здесь я даже могу выучить название нот, которые расположены на грифе. И затем перейти на отработку гам. Не откладывай свое обучение, начни прямо сейчас. Ссылочки на тимбро в описании. Как у тебя дела сегодня? Все хорошо. Новый год отметили. Класс. Значит, у нас сегодня с тобой первый урок. На первом уроке я не буду сильно много тебе рассказывать. Для начала просто попробуем просто что-то поиграть. У тебя есть гитара? Можешь ее взять? Конечно. Здорово. Как раз. Ой. Так, хорошо. Ты когда-нибудь уже пробовал играть? Знаешь какие-нибудь, может, аккорды? Аккорды? Пробовал, но аккорды не знаю. Ага, ладно. Это аккорд. Попробуем его сыграть. Он красиво звучит. Чтоб начать с чего-то. Давай, попробуем. Я просто аккорды не разбирал и не умею иметь. Ну, ничего страшного. Ты попробуй главное, и я думаю, что-нибудь получится. Так. Ты это? Должен быть такой гармоничный аккорд. Да, да, типа того. Вот, видишь, здорово. Уже что-то у тебя получается. А теперь попробуй эти два пальца переместить. Ну, почти, да. Еще раз попробуй. А-а-а. Давай еще чуть-чуть смелее. Попробуй пальцами зажать плотнее к струнам, чтобы звук чуть плотнее был. Ага. Ну, в целом... Давай попробуем сыграть упражнение. Да, отпустить уже. А? Отпускать? Да, отпускай, отпускай. Так, пробуем с тобой упражнение. Перебор будем играть с тобой. Значит, сначала самую нижнюю, там, шестую струну. Получится у тебя вот так вот. По очереди их дергаешь, попробуй. Так? Да, типа того. У тебя неплохо получается. Давай еще. Я просто его очень... Ну, это упражнение играл только с шестой струны. Попробуем с пятой, давай. Ну, чуть-чуть нежнее ее. Давай, ты сможешь. Вот, отлично. Ой, что-то сложно. Я запутался. Ладно, давай сейчас выдохнем. Все хорошо. У тебя все здорово получается. Так. Еще раз попробуем. Я просто немножко учился, поэтому у меня опыт есть. Да, я вижу, что у тебя есть опыт. Ты молодец. Вот, здорово. Здорово. Ну, честно говоря, я разбирал произведение. Да? Какое? Линкен Парк. In the end. Сыграешь? Да. Пока вот с такой прищепочкой. Под острым. Угу. Ну вот, правильно поставил все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такая. Да-да-да. Круто. Слушай, я-то думала, что ты не умеешь ничего тебе сколько там лет-то. Ты, наверное, занимаешься уже давно. Ну, мне восемь исполнялось. Ого, ну восемь всего. А сколько ты уже занимаешься? Ты так играешь хорошо? Я занимаюсь около... Ну, вот у меня преподаватель был тоже по скайпу, он мне рассказывал. Около двух-трех месяцев. Два-три месяца и такой уровень. Тебе обязательно надо идти в музыкальную школу, потому что по скайпу ты нормально не научишься. А в музыкальной школе у тебя будет гораздо больше часов обучения. В общем, очень важная информация. Если ты хочешь круто научиться играть на гитаре, я могу помочь. В общем, на днях я открыл свою гитарную академию, и там сейчас проходит набор на первый курс. Первый курс для тех, кто вообще не держал гитару в руках, либо играет неуверенно и хочет многое вспомнить, многому научиться. На первом курсе мы с вами правильно поставим правую руку, правильно поставим левую руку, соединим их, разучим несколько произведений, научимся читать табы, научимся самостоятельно разбирать произведения, выучим много упражнений классных, и, в общем, после прохождения первого курса вы сможете называть себя гитаристом. А там не за горами и второй курс, где мы научимся по-настоящему вжаривать фингерстайлом. Но без прохождения первого курса второй будет невероятно сложно пройти. В общем, всё, не буду долго задерживать. Хочешь круто научиться играть на гитаре, я могу с этим помочь. Ссылочка в описании, вся информация на сайте. Мы вместе с тобой преодолеем путь от самого новичка до крутого фингерсталиста. Настроение как? Буду учиться играть на гитаре, поэтому хорошее. Да, конечно, нет праздника, нет. Нет хорошей игры на гитаре. Где твоя гитара? Вопрос, а мне на какой, на которую более удобно? У тебя их несколько? Да, две. Ну, покажи свои две гитары. Так, это нам не подходит, это не то, это оттуда. Маленькая гитарка. Что, что, что? Это моя маленькая гитарка. А большая у тебя есть? На большой просто неудобно. Ну вот, замечательно. Красивая, хорошая гитара. Ты занимался на ней? Да, да. Я учил песню из мультика. Ты учил песню из мультика? Да. Какую же песню я учил? Чипи Дейл. Чипи Дейл. Чип-чип-чип-чипи Дейл. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, хорошо, хорошо, что учил. И как успехи? Ну, я сейчас не смогу сыграть, я переживаю. Ну, а что переживать? Я что, тебя оценивать, что ли, буду экзамен у тебя принимать? Ну, я попозже сыграю, можно? Давай попозже, хорошо. Вот смотри, есть у меня такая гитара. Я... Ты почему решил с ним сниматься? Мне хочется зажигать. Понятно, понятно. Ну, хорошо, хорошо. А перед кем зажигать-то ты хочешь? Перед девочками. Перед девочками? Ну, сейчас мне казалось, современная молодёжь как-то не особо играет на гитаре и песни поет. Мне нравится. У тебя друзья, которые поют и играют, да? Ну... Вот и помертец Максим, да и... Моя церковь стала за окнами селый день И не вызывая с меня на бой Да. Да. Хорошо. Ладно. Что? Ну, можете показать что-нибудь классное? Показать, сыграть что-то? Да-да-да. Ну, да зачем? Я тебе лучше научу. Лучше давай мы тебе научим окинуть гамму и играть. Хорошо. Ну, можно, да. Как? У нас есть шесть струн. Надо начать... Как ты её... Как ты её... Она у тебя стоит неправильно. Давай я тебе расскажу. Есть классическая обстановка гитары. Это когда гитара находится между ног. То есть, вот гитара, вот ноги. Мы её между... Ставим на левую ногу. Вообще, я хочу научиться играть, ну, чтобы... Перед девочкой. Ну, сыграть девочке. Вот. У меня через неделю день рождения. И я хотел пригласить её и там сыграть. И сколько тебе исполняется? Одиннадцать. Ну, я думаю, что за неделю мы вряд ли успеем чему-то... Надо красивое что-нибудь. Ну, я понимаю, что красивое, но за неделю ты же не играл раньше. Ну, я играл Чип и Дэйл и аккорды умею. Ну, покажи аккорды. Вот. Если аккорд, то... Ну, да. Ну, звучит хорошо. Ну, ладно. Ну, могу я ещё Чип и Дэйл сыграть. Просто у меня аккорды не очень. Мультик Чип и Дэйл. Ну, давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если я так сыграю, плохо? Я думаю, ей очень понравится Вот, я так и сыграю, типа Дейл А если ей не нравится, типа Дейл? Если ты так сыграешь, я думаю, ей все равно будет, что это за мультик А вот и все, 100 тысяч лайков и будет следующая часть И там мы будем притворяться дальше И побрею руки, чтобы реалистично было И сделаю самые классные, вообще крутые реакции Это будет лучшее видео в вашей жизни на канале Акстар И среди третьих частей среди малышей, имею ввиду На самом деле, большое спасибо за просмотр Не забывай смотреть другие видео Подписывайся на канал И пока